Итак, приступим. Видео на тему, как же тщательно и даже больше сказать качественно перемотать испаритель для iJust-S. Собственно, модель самого испарителя не имеет никакого значения. Перематывается любой без исключения испаритель. В частности, мы будем перематывать испаритель 0,3 Ом. Сейчас, если резкость наведется, вот такой вот испаритель будем перематывать. Он довольно поюзанный, грязный. Значит, что нам для этого понадобится? Кое-какие приспособления для разбора самого испарителя. Ну, это можно все сделать из подручных средств. Молоток, пинцет, ножницы. К слову, вата. Вату я буду использовать в производстве компании ПАВ, потому что она немножко тоньше, чем, к примеру, вата Муджи. Муджи больше подходит по толщине листа для различных устройств, типа дрипок и баков с оправками 3 мм. Для перемотки iJust она не сильно удобна, поэтому я буду использовать вату ПУФ. Она немножечко тоньше. Стакан горячей воды обязательно горячей воды. Желательно, ну, можно, в принципе, это сделать при помощи газовой комфорки, но если таковой нету, то можно использовать такую вот лампу для пропаливания или разжига сигар. Перчатки. Я настоятельно рекомендую использовать перчатки. И вообще, со всем, что касается электронных сигарет, в частности, ватой намотки, стараться по возможности работать в перчатках, потому что вредные привычки работать руками всегда сказываются на вкусах, которые мы будем иметь на финишной намотке. Значит, данную методику перемотки как бы я разработал сам, потому что я занимаюсь этим достаточно часто. Я владелец вейп-шопа. Чтобы не быть голословным, это всё и джасты, поэтому приходится мне их тут и перематывать, и продавать в огромных количествах. Поэтому практика у меня есть. Есть какие-то выведенные каноны, что делать правильно и что неправильно. Так, у меня был небольшой набег клиентов, поэтому я отвлёкся. Значит, что делаем? Мы разбираем. Вода горячая, чистая. Разбираем испаритель следующим образом. Достаем вот эту вот ерунду. Это контактный пин. Вполоскаем его хорошенечко в водичке. Достаем изолятор. Делаем с ним то же самое. Далее подгибаем контактик. И, ну, кто пользуется чем? Лично я пользуюсь палочками для кофе. Это очень удобно. Выталкиваем. Можно ещё достать сеточку, чтобы она... Хотя она вытолкнется, но можно её и достать сразу. Вот так её сразу достаем. Она такая грязненькая. Если на неё посмотреть, она достаточно грязная. Но если её сполоснуть в водичке, вот так буквально, и положить салфеточкой, её так пропитать, промокнуть, то она уже становится чистенькая. Всё, чистая сеточка. Можно её отложить в сторону. Значит, сеточку мы достали. Имеем вот такую вот картину. И палочкой с обратной стороны, подогнув контакты вовнутрь, чтобы они не зацепались, выталкиваем целую катушку наружу. Вот примерно так. Гильзу сейчас кидаем в воду. Катушку раскрываем на две части. И снимаем грязную ватку. У нас остаётся вот такая вот обмоточка. Вот так это всё дело выглядит. Вот она, она грязненькая. Я использую такую оправку. Это от обычной Егошки. Носик от испарителя. Он как раз сюда чётенько вставляется. Вот так. Далее пинцетом отгибаем длинную ногу. Следующим образом. Получается у нас вот такая картина. Мы будем использовать только эту катушку. Ничего другого нам использовать не нужно. Вот так это дело выглядит. Сейчас я поставлю руку, чтобы фокус поймался. Фокус, фокус. Значит, теперь прожигаем это всё дело. Разогреваем и в воду. И ещё разочек. И делаем это до тех пор, пока мискатушка визуально не станет чистая. С неё каждый раз, когда мы её макаем в воду, облетает чёрный нагар. Можно между прожигами промакивать, чтобы она быстрее нагревалась. Это всё можно делать на газовой комфорке. Никаких напрягов это не вызывает. Всё. Я вижу, что уже катушечка у меня очистилась. Можно потушить лампу. Сейчас я попробую вам это показать. Значит, не совсем удобно мне поймать фокус. Так. Вот она уже очистилась. Далее она у нас готова. Я заново в неё буду сейчас вставлять оправочку. Вот эту. Вот я вставил оправочку. И, собственно, она у нас готова к установке ватки. Вот так это всё дело выглядит перед установкой ватки. Значит, теперь я это дело откладываю в сторону. И достаю из водички, уже пропитавшейся водой, гильзу. Гильзу нужно разобрать. Она состоит из двух частей. Для этого у меня есть специальная здесь постанова. Какая приблуда для разбора. Сейчас я её быстренько разберу. У меня буквально на это уходит 2 секунды. Значит, вот так выглядит гильза в разобранном состоянии. Там, где у нас узкая резьба и нет накатки, это низ. В него вставляется вот эта вот ответная часть этой гильзы. Сейчас я по отдельности всё полоскаю в водичке. И чистенькой салфеточкой это всё дело протираю. Протираю сначала гильзу. Снаружи промокнул её. Изнутри протёр. Гильза сухая, чистая. Теперь ответную часть промокнул и вовнутрь тоже вставил. Чисто, чисто. Обе детали готовы. Далее протираю пин, который мы будем вставлять. Сразу же протираю изолятор. Всё, все детали у нас готовы. Теперь конкретно перейдём к вате. Вата. Отрезается шириной на вскидку миллиметров 7. Две полоски мы отрезаем шириной 7 миллиметров. Это у нас остаточек. Повторюсь, что вата у нас пуф, а не муджи. Она более тонкая. С одной полоски я снимаю шкурку. Её не выкидываю. Ложу в сторону. Она нам пригодится. Беру вторую ватку, сгинаю её пополам. Вот таким образом придаваю ей форму английской буквы В. И теперь беру нашу катушечку, ложу вовнутрь этой ватки примерно посередине. И вот так вот, вот так вот. Это всё дело загинаю с обоих сторон. После этого загинаю минусовую ногу длинную. Вот что у меня получается. Вот такая вот беда. Ложу это всё на стол. Беру вторую ватку, с которой мы сняли шкурку. И тоже сгинаю её пополам, принудительно придав ей форму буквы В. Вот таким образом. Раскрываю её и всё это дело обратно вкладываю вовнутрь. Вот примерно так. Теперь беру чистую гильзу, зажимаю её в тисочки. Сейчас я попробую фокус на тисочки навести. Зажимаю гильзу в тисочки. Беру нашу подготовленную катушечку. Вот так вот зажимаю и вставляю в гильзу. Сейчас переведу фокус сюда. Вот что у меня получилось. Сейчас я поправлю здесь пин, который немножечко загнулся. и вставляю до конца. Теперь можно чуть-чуть это всё дело подать назад, поиграться. И сразу же продеваю изолятор. У меня всё на виду. Я не имею никаких слепых зон там и тому подобное. Я всё вижу, что делаю. Вот она наша положительная нога. Она ложится прямо на своё же место, там, где она и была. Прямо на выдавленные канавки. Вставляю положительный пин. Подтягиваю оправочкой, всё делаю ровненько и достаю оправку. Вот что у меня получилось. Теперь кусачками обкусываю лишнюю вату. Вот так. С одной стороны и то же самое с другой стороны. Вот что у меня получилось. Собственно говоря, примерно так, если не считать вот этого вспушенного хвостика, примерно так вата и лежит в оригинальном испарителе, обкусанной с обоих сторон. Теперь я беру эту полосочку ваты, которую я не хотел выкидывать и ей обматываю то, что у меня получилось. Вот так вот по кругу. После этого беру гильзу силиконовым кольцом вниз и все это дело собираю. Далее, для того, чтобы совпали жидкости подачи, вот здесь присутствует пропил на пене. Вот он. Этот пропил должен быть строго параллелен любой из четырех дырок. Вот я это все подвел. Я собираю без всяких ударов, просто зажимаю в тисках. Не за центральный пин, а как бы сбоку берусь. Вставляю в тиски. Сейчас я покажу как. Примерно вот как я взял пинцетом. Вот так вот. Вот так. я держу тисками и сжимаю. Не нажимая вот сюда на эту площадку, потому что ее можно продавить. Вот именно сбоку вот здесь я ставлю тисочки. Вот здесь. И также если вдруг наперекосяк начинает идти, я делаю с другой стороны. И просто вдавливаю одно в другое. Вот собственно испаритель уже перемотанный. Далее я смотрю там, чтобы все было ровненько, нигде ничего не торчало, не мешало, не соприкасались ноги. Ставлю сеточку чистую, которую мы уже помыли изначально. Еще раз все поправляю. Вот собственно испаритель перемотанный. Готовый к использованию. прослужит он по времени абсолютно столько же, сколько новый. Мотать этот испаритель можно, я думаю, не менее десяти раз, пока миспроволока не даст значительный угар. Далее можно не выбрасывать данный испаритель, а использовать его как 018, но об этом мне нужно будет снять отдельное видео, на котором я покажу, как мотать 018 испаритель не на стандартной катушке, а используя 0, четвертую нержавейку марки 316. Всем спасибо за внимание, если это видео было вам полезно, не поленитесь поставить мне лайк, я решил сделать этот канал, потому как работаю с этим железом целыми днями, и у меня будет множество, я думаю, огромной полезной информации о том, что мотать, как мотать, какие жидкости кому нравятся и тому подобное. Я занимаюсь ремонтами различного железа, но основная конечно моя стезя это обслуживание электронных сигарет, перемотки различные и тому подобное. Всем спасибо за внимание, пока!